С какой целью ездить на конференции? Знать что-то новое, что люди делают? Положить свои какие-то результаты, которые, может быть, кому-то интересны? Ну вот, вы слышали доклад про конкурирующих групп. Это неспроста, поскольку в социологии, возможно, эти модели смогут найти применение. Я езжу на эти конференции, делать доклад, прочитать лекции, слушать других, по-видеться с знакомыми, пообщаться, позаниматься, как обычно. А вас пригласили, да? Да-да, конечно, да. Ну, к тому же я сейчас с женой приехал. Мы любим очень СУЗД. Мне очень понравилось. Очень хороший город, хорошие виды. И интересные доклады. А общее ощущение от докладов сложно? Конечно, очень сложно. Я по профилю не математик. Буду учиться в аспирантуре. Ну, на математику? Нет, на биофизику. А, на биофизику. На биофизику. Но в биофизике часто применяются математические модели, поэтому очень важно математики разбираться. И я играю роль такого, ну что ли, играющего тренера или, скорее, тренера, то есть адвайзера, советника, да? Поэтому моя задача... С элементами дирижера, наверняка. Ну, наверняка, да. Но она состоит, как научного руководителя, состоит в том, что я должен привести молодых людей к водоему, где есть рыба. Вот если там рыбы нет, это моя ошибка. А вот если рыба есть, они ее не поймали, это их ошибка. Поэтому, когда ты говоришь, вот, или вы меня спрашиваете, есть ли такие области, которые представляют собой мод богатый, содержательный и так далее. Конечно, они есть. Но часто молодые люди туда не идут. Они рискуют, не рискуют, потому что им кажется, что хотелось бы заниматься чем-то таким, что можно наверняка сделать. С большей гарантией? С большей гарантией, да. То есть, и наоборот, так сказать, вот юные леди, так сказать, они, как правило, ну что ли, более рискованные, так сказать, идут на те задачи, как вот. То есть, они, может быть, менее осмотрительны. У нас есть управляющая функция. Мы хотим там смизировать или минимизировать собственное значение. Ну, класс управления достаточно широкий. То есть, в нем есть такие функции, которые с точки зрения приложения не имеют смысла. Но, поскольку он достаточно широкий, он с точки зрения автоматики достаточно естественный. То есть, некоторые вещи, которые он может быть достаточно просто. Но возникает вопрос, можно ли дополнительные условия какие-то на глину, чтобы вот эти оптимальные решения, они были гладкостью какой-то, может быть, обобщенные обладами. В общем, это просто состоял мой доклад, откуда взялось. Ну, мне просто сам себе поставил этот вопрос. Я сами себе поставил. Да, я в литературе его не видел. Вот мне интересно просто, как возникают задачи, которые математики для себя формулируют. Я именно в контексте своего исследования, как-то подобные задачи, они в авиационном вычислении, где оптимальное управление, они ставятся. Просто в классе тех задач, которые я исследую, их никто не осмелился, что-то поставил. Просто мне предложили заняться этой темой. И я как-то в нее хорошо вклинился, и начал чувствовать эти задачи. То есть, это Украина понадобилась, чтобы я почувствовал. Спустя время я понял, что это мне нравится. Среди организаторов первых, наверное, были мои знакомые. Они сказали, что вот если приеду там со своими учениками и все такое. А вы с учениками приехали в этот вопрос? Да, я вас на умысляю сейчас. Значит, функциональный анализ теории функции и теория неограниченных операторов. Спектральная теория неограниченных операторов. Особенно мы интересуемся предложениями этой теории. Это называется спектральная теория обыкновенных дифференциальных операторов или разностных операторов. Мои ученики тоже только этими занимаются. И каждый раз, когда мы приезжаем, мы делаем доклады по этой теме. Я одновременно на полставке был научным руководителем аспирантуры в Архангельске. А вот мои ученики из Архангельска. Они все. Каждый раз я тут с ними приезжаю. Это фундаментальная наука. И вообще говоря, польза от этого будет, когда не будет. Не будет для правил. Это непонятно. Это заранее нельзя угадать. Я сюда регулярно езжу. Наверное, уже лет 10, может быть. Математическая конференция бывает раз в два года. Механики тоже бывают раз в два года. Тут собирается много интересного народу. И можно много чего полезного очень узнать. Это такая задача. Она много где возникает. Значит, это вот... Задача, она так может сказать, что есть источник, который возбуждает некоторые волны. Ну, это вот называется в математической физике асимптотика фунцегринга. Ну, она может быть и в волнах на воде, она может быть и в графине, может быть и в электромагнитных ситуациях. То есть, математическая задача как бы универсальная? Она более-менее универсальная, да. Но, так сказать, конечно, когда ее решаешь, там много разных аспектов, связанных с... Вот... Чем уже задача, да, тем на самом деле дальше можно продвинуться. Вот. И вот эта вот удость, она возникает из того, что есть некоторые специальные дополнительные условия, возникающие вот из прикладной такой вот части. А вот скажите, а эти задачи, они новые? Потому что фунцегрин, она же давно-давно... Нет, это очень старая задача. Очень старая. Она в разных вариациях возникает? Нет, она в разных вариациях. Но то, что мы догадались недавно, сравнившись с моими коллегами, вот с Назайкинским Владимиром Евгеньевичем, что там можно... Ну, по-другому надо на нее посмотреть. Так, да. Вот. И вот оказалось, что действительно это можно сильно в этом смысле продвинуться. А инициировали постановку задачи ваша группа, да? История такая. Я был... Вот у меня есть очень такой хороший мой друг, знаменитый физик Кацнельсон. Такой Михаил Иосифович, да? Он живет сейчас в Голландии и там имеет кучу разных премий. Это у нас главных специалистов в мире по графе. Я у него был, но мы там обсуждали вот разные задачи. Он сказал, вот, например, вот такой давай посмотрим. Ну, оказалось, что... Ну, посмотреть действительно можем, но вот тут ведь не хватало того-то чего-то, вот что позволило бы написать хороший фут. Вот. И потом оказалось, что действительно... Ну, вот есть некоторые наблюдения, да, как математики говорят, это нерегулярный факт, так сказать. Вот. Регулярный факт такие. Ты сидишь, вот есть способ, ты пишешь, пишешь, это вот тут. А есть нерегулярные факты, которые называются математики наблюдения, так сказать. Да? Вот когда ты сказал грамотному человеку, что вот есть такой факт, дальше он уже все это сделал. Ну, чтобы кто-то первый сказал, да, вот наблюнул такой. Я вообще-то ученик Виктор Павлович Маслова, такой вот знаменитый академик. Вот. И у него вот есть такое, он вел в свое время понятие Лагранжево-Магомбраде. Вот если у нас есть ломовое поле, оно связано с Лагранжево-Магомбраде. А здесь, оказывается, оно не одно, а два. И вот то, что вот два, это вот уже действительно наблюдение. Так-то потом понятно, что так, как иначе, да, но вот, так сказать, без этого ничего особо не получалось. Смотря на то, что задача действительно старая, но и в каких-то конкретных задачах ее люди, конечно, решали. Тут нельзя сказать, что что-то у нас новое. Но, с другой стороны, вот общий подход, который у нас есть, он позволяет подходить к тем задачам, которые, другое, непонятно было, как решить. Ну, вот я об этом буду рассказывать.